Приветствую всех, друзья! Мой игровой никнейм Evil Grani. И сегодня покатаемся на гриле, покажу, что это за танк, кто до сих пор не знает. Странно, почему я на нём не записал видео. Достаточно популярный имбовый танчик, и сыграл я на нём много, и стримов много на нём провёл. В общем, сразу скажу, что считаю, что этот танк абсолютнейший имбой. Лучшее орудие в игре, абсолютно лучшее, по всем показателям. Самый популярный танк в игре практически. То есть, нет такого, что... Ну, практически нет такого, что нет гриля в бою на 10 уровне, да? Обычно 2-3 гриля в разных командах обязательно имеется. Так, ну ладно, это всё... Это всё тема для разговора в промежутке между боями. Я сейчас уже конкретно по бою кинула без арты, ура! На карту Рэджер, где можно постоять, пострелять. Надеюсь, это бой 1000 на 8 урона. Посмотрим. В общем, поеду на стандартную какую-то позицию, где-то отстрелять в начале боя. Вот эти вот танчики, которые здесь светятся. Вот видите, у нас поехала 49-ка и рушка куда-то светить. Возможно, они что-то здесь увидят. И я встану на стандартную позицию. И постараюсь отстрелять, допустим, ТВП или батчата или вражескую ЛТшку какую-то. Которые обычно туда поджимаются. Меня самого так часто отстреливают, когда я сюда поджимаюсь. Обычно это делают вот с этого, ну, с другой позиции. Потому что я играю более аккуратно, но в грандоме люди не всегда играют очень аккуратно. То есть, допустим, этот человек мог бы выехать подставиться, в принципе. Ну, для у Центуриона он уже, наверное, засовелся за камень. Не очень позиции я выбрал, не выбрал момент, в который выстрелит по этому Центуриону. И он сейчас так и будет там стоять жить. Да, вот 54-й и 26-й чуть выше меня находятся, и поэтому они смогли спокойно прострелить батчата этого 9-го. Надо было все-таки рискнуть и стрельнуть в башню. Не очень правильно нацелился и не попал. Уже до рисковал, кидал практически с вертухи, не было времени на них досвестись. Но у нас сейчас тяжа будет умирать, и весь этот проезд очень хорошо простреливается. Поломаю себе дерево, чтобы меня ТВП-шка эта не засветила. Вот Центурион уже подставился, и я реабилитировался, скажем так, за то, что не рискнул в тот раз. За то, что не попал по батчату. Так, ну у нас этот фланг на самом деле. У нас везде не очень хорошо. Здесь те же... А, здесь те же все-таки подъедут. Сейчас Маусы ест то взводные и будут давить именно тот фланг, а здесь нам надо будет как-то дейвиться аккуратно. Пытаться. Но 5-4 уже должен был что-то делать, как минимум подъехать сюда к 49-ке, как-то попытаться ее саппортить от хэвика. Я думаю, Чех здесь давно не светился, и немножко мог обнаглеть и выехать, скорее всего. Если он сейчас засветится, он будет, скорее всего, прострелять. Чехи невзводные, Чехи в возводе с Еписи, мы Е50-120, возможно, они тоже все здесь стоят. Я не видел, кто светился там. Вижу какой-то АМХ. Ну да, наверное, Е50-120 все-таки там находится. Ждал момент, когда выйдут, но они не будут выезжать там Е100 и Маус. Борчат этот занял позицию Центуриона, можно его попробовать убить. Сложно за деревьями пытаться выцелить. Лучше бы я не рисковал, но иногда стоит рисковать, иногда не стоит. В данной ситуации, как видим, не стоило. Я бы мог сейчас спокойно ей все дать. Но теперь уже, наверное, не попал, не успел дать ему. Здесь 49-ку, очень опасно на 49-ку выезжать как-то, пытаться. Здесь играю от холмика, если что, в момент какой-нибудь нужный выйду. К тому же, еще здесь может ЧАХ подставиться. 49-ка у нас ничего не боится, выезжает, что-то там делает. Он шотный уже, 17 хп, все равно ничего не боится. Так, ну там уже никто не подставляется. Ааа, хейвик, хейвик. Так хорошо он стоял. Мог бы ему дать. Много возможностей в этом бою выпущены дать урон. Уже как минимум две. Еще одна, но тут я не успел досадиться никак, и сложно было по нему попасть. Сложно было даже нацелиться на него. Ааа, углов не хватает. У бачата что-то торчит, но... Это слишком мало, чтобы попасть. Как же они сейвятся? Они... Это просто профессиональные противники. Давно таких не видел. 263-й упарывается, возможно, или нет. Обнаружил я 54-ю. И она не особо понимает, что происходит здесь, поэтому получает заслуженную... ...оплеуху. 263-й упарывается таки на хейвика. Ну, я думаю, он сам с ним справится, и я буду стараться прикрывать его. Чтобы всякие чехи и бачата не вылетали. Потому что на такой карте... Ну, то есть спокойно бачат сейчас его загружил. Я все правильно издал, что прикрыл. Так, второй чех по мне стрелял. Не хочу без орудия играть на гриле. Хотя, по-моему, оружейник есть, там частично прокачан. Два чеха, и того осталось, и там танки. В принципе, должны мы их сейчас убивать быстренько. Пускай 263 тут поднаглеет. Я уже сразу поеду куда-то в ту сторону. Скорее всего, чехи таки убьют. Это вот 263-го. Ну, они давали по этой 54-го. Много. Я думал, все-таки получится им еще 700 нанести. Но, да, это бой оказался не на 8000 урона далеко. В течение обстоятельств был не такой, какой нужно мне. То есть, для того, чтобы нанести им на этой карте много урона, надо, чтобы союзные те же проигрывали. И было такое стоялое, медленное. Попал в парня. Так, чех там кого-то убил. Это значит, он сейчас по мне будет, может спокойно выстреливать. Но, на самом деле, у нас еще не все так хорошо и радужно, как хотелось бы. Этот чех не светится. И он сейчас будет напихивать. Сложно как-то вообще выйти. Потому что тот тоже мог перетянуться спокойно к этому и стрелять, наносить урон сейчас. Так, ну, я к ПЗ, КД. Я успел спокойно по таймингу. В КД и ЯКПЗ стреливать. В принципе, я еще вот здесь вот могу выехать. Ага, ЯКПЗ, КД. Греб меня пытается выцелить. Отлично, у меня получилось выцелить щеку и пробил ее. Ну, ЯКПЗ смотрит на меня уже. Понятно, тут я рисковал, как бы. А-а-а-а. Рикошет от НЛД. Надо подождать, пока ЕПИС кого-то выстрелит, но я, естественно, не могу ждать. Ну, ЯКПЗ слишком большой КД. Второй раз меня ломает орудие. Это уже другой чех, второй. Он уже ближе сюда вообще перетянулся. Так, это, это ДИСа, как раз-таки другой чех. Убил сейчас. Убили, по-моему, за свету, причем-таки. Так, 350, у меня на два выстрелил чех, он был там в водичке, я, возможно, успею его сейчас убить. Единственное, что орудия нет, и я могу не попасть даже в упор. Интересно, он так и остался там в воде. Ну, конечно, каток. Конечно же, каток. Так, сейчас бы был Воин и 4 с небольшим 1000 урона, но да ладно. Первую степень дали за такой обычный бой, в принципе, 4000 урона, 5 фрагов, ничего необычного, да? Чехи у них более-менее нормально сыграли, остальные все. Особенно Хейвик, Е5, но они перенаглели, а сначала у нас Е3 с нулем. Там, это непонятно, как на Е3 с нулем, без арты, в таком бою, где можно, в принципе, Маусы и Е100 было распиливать. Без его отдыха, они, кстати, немного нанесли. Ну ладно, не будем долго сидеть в ангаре, поехали в следующий бой. Так, и теперь у нас карта Париж, и придется весь бой стоять в кустах, наверное. Ну, как обычно, ну, видите, у них куча ПТ, и они, скорее всего, выставятся здесь целым огромным таким рядом. Я вот думаю, лучше поехать, наверное, будет, вот, у нас есть взвод 260-й, 121-й бойчат. Возможно, возможно, они поедут именно направо, то есть 260-й потанкует, там, 121-й тоже, в принципе, от башни может. У них нет тяжей, и направление ТТ можно убивать, в принципе. Единственное, туда может я к ПЗ, конечно, приехать, и с ним будут небольшие проблемы, вот. Но, я думаю, мы должны справиться, и поеду именно сейчас в такой close fight, в ближний бой. Надеюсь, надеюсь, все будет нормально, надо тыкнуть еще туда, чтобы кто-нибудь поехал. Ну да, как я сказал, взвод едет. Так, батчат, батчат едет по центру, кстати, батчат сейчас может кого-то засветить, можно кого-то попытаться отстрелять. Я сам засветил гриль-15, кстати. Так, сейчас, я засветился только после выстрела, поэтому, когда я отсвечусь, я должен же сейчас уже светить был. А, я попал в дальнюю щеку, к сожалению. Я сейчас не засветился после выстрела даже. 440, я вкачал перки на обзор. И свечу, вот даже гриля, наверное, у него нет совсем маскировки. И свечу даже грилей с довольно-таки большого расстояния, 443 метра, вы видели, он засветился. И уже 470 на свет, в принципе, это достаточно неплохой показатель, как я и говорил. Так, можно здесь еще пытаться, это вот и 10%. Ах, какое попадание, что? Нет, зачем? Попадание у ботчата, это кайф. Вот это другое дело. В принципе, когда так танки ошибаются, можно и по площади пострелять, не обязательно ехать в close fight. Я-то думал, что придется стоять весь бой и кемпить именно из кустов. Но здесь приятнее все же. Так, 260-й не может справиться с ЕКВЗ. В принципе, можно... Дальше я заряжу голду. И здесь можно аккуратно в рубку распиливать. Или вот это вот так. Почему нет, да? То есть я, скорее всего, буду видеть эту рубку до того, как он меня увидит. Единственное, чтобы мне пантера не мешала. Ну вот он у меня даже не светит. Только он может сейчас просто выехать. Нет, он выстрелил в пантеру и можно проехать дальше. Я даже по таймингу, наверное, успею. Чтобы меня не попали сейчас. Таймингу успею выстрелить и закатиться. Да, слишком долгая КД у ЕКВЗ. Единственное, что от арты еще не надо получить сейчас будет. Здесь арта не должна простреливать. Так, ну я должен был отсветиться. Раз ЕКВЗ отсветилось, то и я, скорее всего, отсветился. И у них еще куча ПТ, куча урона можно нанести. Не получилось. Ведь я решил наверняка ему выцелить. Но да, уже можно, в принципе, заряжать ББшками следующим снарядом. И так, и так. Осталось два гриля. Здесь есть такой небольшой подъемчик, с которого это все встречается. Поэтому я не знаю, как здесь лучше проезжать. Грили там. А, один гриль был практически ваншотный. Потому что мы его просадили в начале боя. Поэтому здесь не особо много будет у них. А, есть под палом получилось? Нет, он не на шоколаде, он на ручном огнетушителе. Ну, и дальше уже даже можно принимать урон, ехать добивать. Ехать добивать. Там 804-го какие-то хп-шечки есть. 49-ки бы не получить на 1000, и ладно. 880 получилось. Пускай 704-го добивают, а я, наверное, попробую. Буду в карте проехать. Отлично. 7000 урона на карте Париж. Это неплохой показатель, я считаю. Довольно-таки легкий бой получился. Как ни странно, у них очень много. А, еще по батчату я не попадал. Ну, там, попадание было в каток. Так, было почти 8000. И за 7000 мне дали тоже. Первая степень получил. Так же примерно, как в том бое, где нанес 4000 урона. Вот. Попал бы, если бы еще в батчата, было бы почти 8000. И это был бы уже такой показатель. Кстати, кто не может выполнить ЛБЗ ПТ-15, гриль вам в руки. Как бы, на такой тачке это выполнять достаточно просто. Это сейчас самый такой выполнитель ПТ-15 в рандоме, я думаю. С ним и фраги легко делать, и наносить урон большой легко. Кстати, снова меня кидает без арты. И это просто чудо какое-то. В воскресенье, вечером, в рандоме нет арты, что? Как такое возможно вообще? Вы, наверное, это видео смотрите уже не в воскресенье. Но записываю я его в воскресенье, так что... Так что для меня удивительно то, что нет артиллерии. Поехали, наверное, в штаны. Отстреляю тех, кто хочет заехать. Благо, скорость позволяет успеть это сделать. Набираю я скорость достаточно быстро. В принципе, особенно с горочки. Я слишком много говори слова в принципе. Надо избавляться от него. Так, кто у нас тут батчат? У нас тут рискнула и зря. Казалось, можно, конечно, простреливать, стоять дальше. А там у них сейф, да, у этих грилей? Не попал с такой-то точностью, странно. Теперь мне опасно здесь высовываться и светиться. Он сейчас будет падать. Вроде нет, он просто так разворачивался в эту сторону. Что я думал, что он сейчас просто поедет. Он светится. Парень стрелял не в меня, а в Са 4-го. Там же он стоял, этот гриль. Просто у меня есть 4-й и подставила сейчас. И я получила сколько прошла альфа? 850, да? Обычно и бывает у таких грилей. На тебе за это. Обидно, конечно, то, что получаю вот так вот за чужие ошибки. То есть, из 4 видел то, что там стоит гриль и не побоялся его. Сейчас будет кто-то выезжать по-любому, пострелять по четвертое. Она заезжает, смотрите, ну, постреляйте по ней. Ой, отлично, залетает просто в пикселе. Ты мне не должен светить. Вот вы можете меня светить, да. Зря я двигался сейчас. Можно, в принципе, дальше отъехать, чтобы они мне не светили. На 445 метров арты нет. Если что, мне никто не закинет, кроме бахи какой-нибудь. Нормальный такой интересный замес, поэтому надо реально отъехать вот сюда и стоять спокойно стрелять. Получилось под башню закинуть на 750 неплохо. Он даже блайндами пытается что-то... Что-то от беспомощности, наверное. Так, здесь Type-4. Можно, наверное, кумулятивы зарядить следующими. Хотя и ББшка, он нормально отрастреливается, но... Я думаю, кумулятивами будет полегче это все пробивать. Ну, тут есть выбор, как бы добить Бабаху или подождать Type-4. Не сделал ни того, ни другого, не пробитие Бабахи. Ну, да, ладно. Ага, она пыталась по этому, по трассеру кинуть. Интересно, значит, мне надо после выстрела немножко переезжать всегда. Потому что вдруг еще раз так попадет. Это было достаточно близко все равно. Не залетает почему-то эту Бабаху больше. 4 тысячи урона нанес. В принципе, можно проехать сюда больше. Левее. Отлично залетает. Засветили меня только после выстрела. Это тоже прекрасненько. Обидно будет, если меня эта шотная Бабаха заберет. А, если бы он мне не поломал орудие, я должен был в него попадать. Немножко не повезло. Парень рискует, с огнем играет, да. Но, блин. Я тоже, в принципе, рискую, если у него пройдет альфа. Нет, все-таки выезжать я на него не буду. Там еще много можно урона нанести. Не особо хочу рисковать. Должен был я попадать в этот снаряд. Но он выстрелил немножко раньше. И поломал орудие. Но это стандартная проблема. Не понял эту ружку, которая так проехала. Теперь уже я здесь стою главным. Причем он мне не светит. Это прекрасно. Давай, выезжай, дружище. Ты же хотел там потанковать что-то. Пострелять. Давай-давай-давай, выезжай. Блин, там столько урона еще, не хочу умирать. Так, теперь у меня еще и командира нет. Не особо-то он мне нужен. 5500 уже нанес, и не хочется в этом бою раньше времени умирать, правда. Здесь теперь без командира меня будет... Ну, я не буду знать, когда я свечусь. Будет выезжать, наверное, только тогда, когда засветятся противники. То есть вот сейчас. И немного времени тратить на сведение. В принципе, 415 метров я не должен был светиться. Возможно, хомяк сейчас решит ошибиться и выехать сюда. Допустим, Т-10. Сейчас убьет ВЗ-120 должен, по идее. Там должен быть прострел. Например, я чуть дальше должен убивать. И хомяк может выходить, ошибаться, именно пострелять в Т-10 в упор. Пока что он этого не делает. Здесь остался хомяк и тайп. Без орудия не попадаю. К сожалению. А там дефицит, гриль и 140. Не знаю, сколько хп у них. Не думаю, что особо много. Конечно, не особо хочется 30 хп добивать. Хочется дать по хомяку. Не пробиваю аккумулятивами. Тысячу отлетело от гриля. Это фугас, что ли, был? Хомяк тоже уехал, а он стоит здесь в кармане. Хомяк тоже уехать успел. Он может сейчас меня забрать, если он встал уже на позицию какую-то. Хотя он, наверное, стреляет вот этим в борта. Насколько я понимаю. Если я правильно понимаю. Да, критуется, конечно, этот танк сильно. Но я настрелял уже 5500 урона. Пофигу на криты. Там еще фуловый гриль. Здесь еще весело, может быть. Куда делся хомяк? По идее. По идее, в теории, я думал он что-то здесь. Но он оказался не там, и я ошибся. Итого не доиграл этот бой. Я думаю, сейчас быстро их убьют. В принципе, у нас еще много хп-танчиков. У них... Так, сколько и у Е4. Е4 тоже много хп. У нас еще фуловая 49-ка. Так что не думаю, что сейчас оставит труда это все добрать. Да, конечно, в конце ошибся. Поторопился. Думал, что надо быстрее и быстрее ехать. Оказалось, что не надо было быстрее ехать. Надо было подождать, пока союзники проедут. Шансы тут навряд ли есть у этих гриля. Е54 в пулловой 49-ка сейчас дает на 1000. О, хомяк тем более разбился. Давайте посмотрим. А, он сдался что ли? Почему он остановился? Это было забавно сейчас. Собственно, лишние слова и лишние, как говорится. Танчик отличный, имбовый. Если надо ПТ-15 выполнить, качайте его. Фотон сказал, в патче 9.17 нерфить вроде как не собираются. Поэтому еще целый патч он будет нагибать. Качайте все. Не забывайте ставить лайкосы, писать комментарии. Сейчас я посмотрю результаты. 5500, вторая степень. Далее не взял мастер за эти три боя. Но 5500 среднего урона. Ну, о чем можно говорить? Гриль не имба, как говорится. Гриль в порядке. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok